Здарова всем! В кадре у нас фонарик налобный от Black Diamond. Здесь прям сочетание очень интересной функции. То есть здесь есть ближний свет, лампа дальнего света, есть красный свет, есть блокировка кнопки и водонепроницаемый корпус. Сравним, как он светит, в сравнении с моим налобным фонарем любимым, Zebra Light. Вот здесь вот, соответственно, доступ в батарейный отсек. Ну, все стандартно для таких налобников, которые делают, ну, там, например, фирма Petzl. Все на очень высоком уровне выполнено. Корпус, ну, на мой взгляд, прочный, но, видите, уже пошла трещинка. Видите, здесь линза стоит. И вот тут, с паков, два маленьких светодиодика, один по центру. Еще есть красный. Тут ремешок легко регулируется. То есть, оп, все, ремешок можно быстро подтянуть, что-то изменить. Подогнать под голову, под кастку, куда-то еще. Ну, если сравнивать с моей Zebra, то фонарик гораздо более компактный. Но при этом выдает, конечно, не так много света. И, ну, тут, например, у меня теплый светодиод. Этот фонарь на Литии 18650. Это фонарь совсем другого класса. То есть, на одной вот такой вот банке. Про него у меня есть отдельное видео, поэтому особо не будем останавливаться. Здесь же фонарь работает в нескольких батареях. Сейчас я вам покажу, как тут все выглядит. Винт немножко был затянут, поэтому я его ножом помог себе. И корпус фонаря открывается. Идет вот здесь вот силиконовое колечко уплотнительное. Фонарь сделан в Китае. Ну, это брендовый фонарь. Как тут установлены батареи? Четыре штуки. Я, на самом деле, думал, что три. То есть, чем этот фонарь хорош? Вот эти батареи, на самом деле, даже три, это довольно мало. Если сравнивать три таких батареи с одной такой, одна такая будет выигрывать. А четыре таких батареи, они уже близки к одной батарее 18650. То есть, это круто, то, что здесь в корпусе нашлось место для четырех вот таких вот батарей. То есть, например, в Петцеле подобного типа только три. А емкость у этих батареи, ну, она не очень большая. Поэтому, чем их больше, тем лучше. Здесь все промаркировано, поэтому ошибиться сложно. И также минус на плюс. Все, закрываем крышечку, подкручиваем винт. Если хотим, можно его чуть-чуть подзатянуть чем-то. Но можно это сделать просто до максимума, затянуть пальцем, и все будет окей. Посмотрим, как он светит в помещении и на улице, естественно. Вот, например, сейчас никого не слепит, кушает еду. Очень удобно. Прекрасно. Меня не ослепляет сидящего напротив. И меня не ослепляет. Супер. И видно все на столе. Что еще он может? Ближний свет, максимальный режим. Причем, да, ближний свет. То есть, посмотрите, вот, на руки. Все плавно, красивая картинка. Ну, давай, попробую уменьшить яркость и посмотрим, что происходит. Что-то можно разглядеть в полутьме. Самый маленький режим по ближним свету. Да, читать-то можно под этим светом. Так. С ближним светом разобрались. То есть, до стены он так плохо доставал и освещал примерно всю комнату. До стены, вот до этой, 4 метра. Какие еще есть режимы основного света? Подождите, я сейчас уменьшаю яркость. А, уменьшай. Оп, сразу случайно выключить. Это ближний, ближний, дальний и уменьшение. Оп. Ага, это примерно такой сладенький. Давай, посвятить куда-нибудь. Попробуй на вещи посвятить, посмотрим, что, как это. Да, нормальное пятно. Сейчас, короче, здесь еще белый мигающий. Я пытаюсь его вспомнить, как он хватает. Вот такие мигания. Только такой, да. Это, чтобы можно было в горах ночью людей искать по мигающим вспышкам. Итак, сейчас я свечу Zebra Light своим. Тут кто-то бегает. Вот фонарь Zebra Light. Ну, вот какие-то бытовые ситуации. Надо что-то посвятить. Вот это моя Zebra H600FV. Вот такая вот картинка в этом месте. А сейчас мы покажем вот вам Black Diamond. В этих же условиях, как он освещает, как он светит. Дальний свет. Самый мощный режим. То есть на стволы все нормально освещает. Ближний поставить? Давай, ближний. Это ближний свет. Максимальный. Вот, видите, вот этот ствол, он вообще не освещен. Ну, глазами как-то видно, но... Ну, вот, ну, вот, смотрите. Вот, смотрите, вот. Вот для чего он. Вот так вот. Хорошая картинка. Все, все нормально. Ну, и что еще мы можем показать? И еще красный свет. На природе. Да, подожди. Мерцания нет, он, значит, стабилизирован. Да, все хорошо, красиво. Мы гуляем по лесу. Максимальный ближний. На камеру вообще абсолютно ничего не видно. А ты ее вниз светишь, ты вперед посвети. Тоже ничего не видно. Свол не видно даже. Еле-еле. Ну, такая же светочувствительность у камеры. Посвети под ноги. Во, что-то видно. Что-то видно, на ногу можно светить. Но глазами, конечно, лучше видно, камера не передает. Во, вруби какой-нибудь из средних режимов, ну, из дальнобойных. Ну, дальних и маленьких. Хорошо. Глазами видно вообще отлично. То есть цвета передает. В лесу что-то можно подсветить, что-то найти на расстоянии. До 20 метров нормально вот я... То есть, да, вот там вот у нас пень вот обрубленный, это у нас в метрах в 7-8. Ну, да, примерно так. То есть, хорошо досвечивает. Ну, покажи, это блокировку ты включил. Вот, наверное, не включил. Она сейчас включена. Он у меня включился в кармане. Я, чтобы он снова не включался... Ну-ка, покажи. Вот, видишь, он мигает огоньком, и он показывает, что он заблокирован. То есть, ты не нажимай, нажимай, он включаться не будет. Для того, чтобы он включился, его нужно подержать. Он сейчас мигает, мигает, мигает. Все. Вот он включился, что разблокировался, и теперь работает. Ну, у меня-то в фонаре просто хвостик приоткрутил, вот тебе и блокировка. Ну, а тут все удобнее. Не надо ничего откручивать. В таком корпусе не подкручивать ничего. Вот у Лехи еще палки Black Diamond. Пафосная американская фирма, которая специализируется на ски-турах, на этих, на горных лыжах, на как они называются-то. Когда они по-по-сильнее ездят. Фрирайда, да, и, собственно говоря, альпинизм. Ага, и палки всякие, фонарики, одежда, да? Карабины у них пациентованные. Основной свет. Как можно уменьшить его, ну, его мощь? Вот, смотрите, зажимаю, и он начинает уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться. Так, я вот слишком сильно уменьшил. Уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться. Когда уменьшили на сколько хотим, вот, отпускаем кнопочку, и он остается в том, в той яркости. Это очень удобно. Вот на все бы фонари, конечно, это бы встроили, было бы просто классно. Вот, кликаем, переключаем на ближний свет. Кликаем, выключаем. Дальний, ближний, выключили. Дальний, ближний, выключили. То есть вообще фонарю можно однократными кликами манипулировать. То есть нажали, что-то посветили, сделали свои дела. Кликаем, фонарь выключается. Опять прошло некоторое время, что-то нужно сделать. Вот угол наклона фонаря, кстати, я не показал. Хороший угол, хватает светить куда угодно. Нажали, он ближним включился, еще раз нажали, нажали дальний. То есть тут нету манипуляции удерживаниями, что-то еще такое. Ну, удерживанием нужно манипулировать, только когда вы хотите уменьшить яркость. Вот, как я сейчас. Оп, уменьшили яркость. Ну, вот, и, естественно, блокировка. Зажимаем кнопку. Врубается красный из выключенного состояния. Вот тут располагаются два красных светодиода. Выключаем. Теперь мы находимся в режиме красного света, чтобы ночью в палатке никого не зашугать. То есть ночью вот только красный. И мы теперь находимся только в режиме красного. Он только включается и выключается. Очень правильно сделано. Чтобы теперь из него выйти, опять же, зажимаем кнопку. Мы вышли из режима красного. У нас опять боковая подсветка и основная фара. Так, насколько я помню, чтобы заблокировать, нужно удерживать кнопку несколько секунд. Все, заблокировалось. Теперь фонарь заблокирован. В сумке он не включится. Батарейку вам не посадят. Однако я бы отметил, что вот эта кнопка, вот эта кнопка, она утопленная. У нее ход такой, ну, короткий совсем и очень четкий. То есть тут реально четкий ход. И, ну, она вряд ли прямо, прямо так в сумке нажмется. То есть она даже не проминается. Она очень жесткая. Она не проминается ногтем. Вряд ли в сумке нажмется. Ну, вот рядом по габаритам с моей зеброй корпус здесь, конечно, напоминает фонари Петцель. Ну, и вот сам форм-фактор. Наиболее популярные у туриста фонари Петцель. Но лучше бы у туриста были популярные фонари Блэк Даймонд. Они популярны на самом деле. Вот. И лично для меня, как бы, Петцель есть, ну, неплохие модели, но Блэк Даймонд покруче будет. Реальным я все-таки выбрал бы вот Блэк Даймонд. Вот такой вот, чем большинство моделей Петцель. Так, хозяин вот этого фонаря, Леха, сейчас хочет залечить про вот Петцель и вот этот фонарь. Это все его фонари. Девочки попросили, я принес. А сейчас я вам... Кстати, давайте сейчас я вот вставочку сделаю с коробкой с фонарями Лехиной, чтобы вы вот прям посмотрели. Ужасаемый. Вот, как выглядит набор юного фонаревщика. Вот, фонари, фонари, фонари. Приходится хранить в отдельной корзине. Вот насколько далеко зашла фонарная болезнь. Вот эта корзина Лехи Outdoor Time. Расскажи, как ты дошел до такого? Слушай, ну ты не поверишь, из этих фонариков я покупал, ну дай бог, пять. Все остальное мне либо дарили, либо как-то оседало, даже не знаю, каким образом. Вот эти фонарики мне, чувак, перестал заниматься телеологией, их просто отдал. Поэтому накопилось, выкидывать жалко. Вот такое у меня тоже есть. И что я могу сказать? Мне часто зрители пишут, типа, Димон, почему у тебя все такие вещи новые, не царапанные? Потому что я их вот так вот не храню. Потому что я их берегу. Вот эти мы двойки забивали. Ты не жалеешь. По ходе. Это лазер, он без батареек сейчас. Можно шарики взрывать, да? Ну, теоретически да. Он даже бумагу может поджечь. Ох, как классно. И вот это вот мечта фонаревчика, вот иметь такую штуку. Вот это вот, цени. Одна из первых душ. Сильно, сильно. Вот эти два оба петцеля, они, как мы видим, они вот здесь-то щели имеют. Вот если опустить воду, да, у них IPX4. Они только от дождя защищены. Но большой плюс, если вот эту плату заливает водой, фонарик на выброс. Петцель вытащил батарейки, просушил феном, все работает. Это большой плюс. У нас была ситуация, мы вот такой фонарик нашли, он год под водой лежал, вытащили батарейки, просушили, все заработало. Соответственно, здесь никакой герметичности, да, не приходится говорить. Обычный вот зажимчик, ничего не прорезинено даже, просто вот все. Что насчет блокировки кнопки? Как из этих моделей есть блокировки кнопки? Блокдаймон, да. Класс. Понял. Вот у этой есть, ну, ближний, дальний свет, красный. Нет. Ближний, дальний и комбинированный. Яркий, максимально яркий, есть красный. О, да. Хорошая модель. И еще у него, по-моему, красный мигающий есть. Ну, вот если... Да, вот красный мигающий. Ну, круто, да? Круто. Пять цветов, пять режимов. Ну, вот давай как итог. Ты выберешь потому что четыре батареи и потому что ступенчатое просаживание батареек. То есть он, когда не может выдать максимальный режим, вот включается, да, он сейчас заблокирован. Когда он включается, он выдает сразу максимальный режим. Если он не может выдать этот максимальный режим, он дает чуть меньше, то есть он не... Я помню. У него не кривая просадки. Вот этот фонарик через полчаса новых батареек начинает плавно-плавно-плавно тускнеть. Вот этот, вот этот и вот этот садятся ступенчато. Это очень правильно и разумно. Соответственно, они просто не переключают потом режимы яркости. Вот у этого, у этого и у этого есть индикатор посадки батарей. Вот у этого нет. У тики этой. Да. Но здесь есть фишка в том, что она такая. Вот этот режим у него переключается сначала один, потом второй. По-другому никак нельзя. Этот мы включили, подождали 3 секунды, нажали, он выключился. Если мы нажимаем... Вот я не подождал 3 секунды. Так как он сейчас у нас красный режим. Вот, а если мы подержим кнопку, вот, а, ну с этим он выключится, да? Либо просто через 3 секунды он выключится. Ну, конечно. А этот нельзя выключить, то есть обязательно последовательная смена режима. О, это неприятно, это неприятно. Грамотное управление фонарей, это очень классно. Скажи, пожалуйста, по цене. Я еще не смог озвучить, так как я этого не знаю. Вот этот космический, самый дорогой. Сколько он, 100 долларов стоит? Слушай, я не знаю сейчас текущие цены, но больше 5 тысяч точно. Понял, люди посмотрят. Вот, вот эти дорогие, потому что это пецель. Они... Эти тысяча четыре, наверное, стоят. Эта там две, наверное, с половиной. Около того, да. Ну, это, наверное, две даже. Или тысяча девятьсот где-то так. Этот больше четырех стоил. Это новая модель, она только в прошлом году осенью вышла. Ну, понял. Вот, и ровно год как раз вот этим моделям. Очень ясно. Скажи, пожалуйста, почему вот эти фонари, а не фонари на литий 18650? Из-за того, что универсальные батареи или из-за чего? Почему никель 3А? Ну, во-первых, это достаточно все. Ну, пецель, они вообще динозавры, поэтому... Ну, понятно, почему здесь такие. Да, здесь это американская фирма. Это вот фонарик. Один из первых, который я себе купил, когда начал заниматься спелеологией. Ему уже лет семь-восемь, поэтому... Светики такие, светодиодики. Да, кто-то его даже вот зарисовал. Я даже не знаю, кто это. Вот, но в целом, как бы, он... Тогда других не делали. 18650, понимаешь, они тяжелее, они больше. Вот этот сильно меньше. 18650 будет по размеру больше. Ну, я показывал. А это... Легдайм с зеброй рядом показывал. А этот фонарик изначально рассчитан на то, чтобы в лагере... В лагере тебе зебра не нужна, это перебор. В лагере, чтобы дойти до туалета или там в палатке подсветить вещь, нужен маленький фонарик. Зебра проработать дольше при идеальных условиях. Если будет жесткий минус, у тебя высадились батарейки, поменял и пошел дальше. А если у тебя нет запасных 18650, кстати, фишка в том, что хороший аккумулятор 18650 будет стоить дороже, чем оба вот этих фонарика. Который толстый, с электронной блокировкой от перегрева и так далее. А дешевый покупать не имеет смысл. 20 долларов стоит хороший аккумулятор. И к нему еще нужны зарядки. Хорошие. Ну, ясно. Ну, вот реально. На самом деле, вот этот фонарь, я уже, может быть, расписал, чем он круче. Зебра тит своими ближним светом, дальним светом, красным светом, всякими вариациями. С вариациями, распространенных типом питания, которые можно где угодно купить, батареечки, да. Корпус хороший, компактный, ну, такой герметичный. Вот ты сказала про мороз, и тут я хочу отметить, что на морозе, например, я свой фонарь Zebra Light при морозе минус 20 на голову не надеваю. Я надеваю фонарь Fenix с выносным батарейным блоком. Налобный фонарь. Но он все-таки здоровый. Там блок выносной батарейный, поэтому вот литий на морозе это да. Спасибо, спасибо, Алексей. Ну, как вывод, если выбирать из фонарей на 3А батареях, если у вас питание 3А, то есть вы не хотите переходить на литий, еще на что-то. Вот на такие фонари, как вот этот. Если вы прям хотите только питание 3А, то вот этот фонарь это самое крутое, что я вообще держал в руках. Крутое по функциям, по управлению, по вариации света, по корпусу, по резинке, по всему. Ну, вот, в принципе, все, чем хотел поделиться. Максимально разумная конструкция, какую только можно было воткнуть в этот корпус. Все. Всем спасибо. Ссылки и дополнительные информации в описании. Увидимся на канале.